Как бы печально это ни звучало, но что-что о наркотике в Рязани можно найти без особых усилий. Номера телефонов, распространителей всевозможных курительных смесей и других синтетических ядов украшают стены городских построек. Такие деятели часто меняют сим-карты, которые, кстати, оформляют на, так сказать, левых людей. Поэтому наркополицейские не успевают схватить преступников, торгующих, к примеру, тем же Спайсом, буквально под их носами. Отсюда, кстати, вытекает еще один вопрос. Кто должен заниматься истреблением подобных рекламных граффити с улиц города? Обязанность по удалению этих надписей и рекламной расклейки возложена на собственников помещений, владельцев объектов. Сотрудники административно-технического контроля регулярно проводят рейды с целью выявления данного вида нарушений. Только за три месяца было обнаружено и стерто с лица земли 46 подобного рода преступных надписей. Кстати, рязанские умельцы занимаются продвижением в массы не только вредоносных привычек, но и позиций. К сожалению, стоит заметить, что часть из них с надписями экстремистского толка. Вот сейчас мы находимся возле одного из таких объектов. Значит, помимо свастики, которая нанесена на стену этого временного сооружения, на остановочном комплексе еще надписи рекламные «Микс» и «Кокс». И все же, борись не борись с надписями на стенах, появляются они не сами по себе. И воспитательный момент здесь играет далеко не последнюю роль. Вот с этим, наверное, и стоит бороться в первую очередь.